Сверстанные полосы от редакции газет приходят в типографию по почте или их приносят на электронном носителе. Раньше набор и верстка делались вручную, но в силу модернизации сегодня остается просто проверить готовый материал, после чего идет подготовка к печати. Очень много информации идет, она очень ответственная. Информация, значит, мы не можем ошибок каких-то допускать. И естественно, что работаем, если там очень быстро, допустим, к утру надо выдать или там даже в течение каких-то часов, то мы задерживаемся и ночью до 12, там бывало ночью до часу. Вот печатники еще дольше задерживаются, потому что они после нас начинают работать. Простой пример, значит, переворачивали фотографию в зеркале, допустим, она должна быть так, а мы ее так перевернули. Или бывали ошибки, там, допустим, шрифты там полетели, там, и вместо, там, кириллических бухт, там, какие-то кракозябры там. Из напечатанной кальки делают монтаж, затем ее погружают в копировальную машину. Потом мы с копировальной ставим пробывочную машину, все, верхний слой снимается, остается нижний слой. И промывается, и как бы получается, да, картинка. Фотопластины мы их получаем в коробке, в черной бумаге, потому как если мы будем держать на свету, они засвечиваются. Эта машина за 40 минут изготавливает 10 тысяч печатных экземпляров. Так, из этого огромного рулона совсем скоро получится несколько тысяч газет. Способ этой печати отличается высокой скоростью и экономичностью. В процессе печати передается краска на форму, то есть то, что вот вы устанавливали, а от формы уже на овсетный цилиндр. А между овсетным и печатным цилиндром проходит бумага. Если много краски, идет фон, фон, и довольно-таки много краски, нужно успеть в этот момент где-то воды побольше подать в водичке, чтобы она ее могла обмыть. Где-то может быть меньше. Если вовремя, не обратив внимания на это, не заметим, что не хватает увлажнения или чересчур перебор, много красок, не заметим, но вовремя не заметили, то может затянуть, то есть начнет пачкать. Последний этап – соединяем все страницы, это делается уже в отдельном цехе. Теперь остается упаковать и отправить газеты в киоски. Оттуда они и попадают в руки своих читателей.